Это на самом деле такой достаточно мега-огромный и мощный механизм, который способен изменить судьбу в лучшую сторону. Почему люди изучают эзотерику? Человек может жить по принципу двух вещей. Первое – это доля, то есть то или карма. Вот человек, который занимается эзотерикой, он никогда не живет, как ему написано в карме. Никогда. То есть если у вас в карме написано натальная карта, там карты и так далее, написано там несчастное, на руках вот эти все линии и так далее, то там, возможно, у вас есть ваша карма. И там написано, что счастливой не будешь, жизнь проживешь как попало, умрешь больной в молодом возрасте. И человек говорит, о, а как изменить? Но как изменить этот человек хочет жить уже не кармой, а чем-то другим, как волей. То есть изменить свою жизнь можно, либо плывя в той жизни, в которой находится человек. Это такая вот упование на Бога, как бы создание, возможно, таких пассивных событий. И другое, это путь мага или путь воли, когда человек говорит, а я несмотря ни на что хочу быть богатым, несмотря ни на что хочу иметь очень хорошую семью, несмотря ни на что хочу иметь здоровье, несмотря ни на что. То нужны инструменты. Но в большинстве своем такие инструменты от обычных людей закрыты. А еще, я, кстати, эти инструменты все даю. Проходите мою обновленную, первую ступень эзотерической школы КАЛАС. Этого достаточно для того, чтобы в жизни все изменилось. Но дело в том, что я чуть-чуть отличаюсь от тех людей, которые преподают эзотерику, объясню почему. Мне, как мужчине, у которого постоянно не хватает ни на что времени, а я очень многим занимаюсь в своей жизни, от исследований до написания книг, выступлений, встреч с людьми, работа с политиками, работа над собой, и йога, и семья, и там много всего, большой бизнес. И у меня постоянно такой вопрос, он у меня связан с эффективностью. Я вот это слово ставлю всегда на первое место. Вы знаете, мне глубоко наплевать, где живут инопланетяне, чем они живут, чем они питаются. Мне так наплевать на то, что будет там через 3000 лет, и что было 5000 лет назад, что я это в свою эзотерику не брал. Мне это в эзотерике неинтересно было. Никогда. Мне неинтересно было это совершенно. Почему? Мне необходимы были инструменты, которыми можно было бы изменить судьбу настолько быстро и эффективно, чтобы это было так. Сегодня читаешь мантру, вечером получаешь, читаешь код, вечером получаешь, слушаешь шум, получаешь. То есть для меня было важно, если лечиться, нитку обвязал и больше на это внимания не обращать. То есть мне необходимы были максимальные, мега доказательные, фантастические, супер универсальные инструменты. Такие инструменты у меня появились, и в дальнейшем я начал использовать инструменты. И начали появляться парадоксы. То есть мега инструмент, который может принести человеку деньги, включал неприятности сумасшедшие. Или мега инструмент, который должен был развить ясновидение, включал безденежье. Или я, допустим, работал над тем, чтобы перестала гипертония у меня появляться, ну и дома появлялся скандал. И у меня появилась такая идея, начал изучать, и начал это изучать с позиции психологической философской доктрины. И это переросло в некую такую философскую картину мира, которую я преподаю на первой ступени и второй, и третьей школы Кайласа. И вот эта философская картина, она дает понятие, то есть, куда текут, почему у человека нет денег, куда течет любовь, туда текут и деньги. А человек говорит, я читаю мантры, почему денег нет? Ну, потому что у тебя никто не любит, потому что ты ничего для этого не делаешь. А как же научиться? Это уже философия. Как сделать так, чтобы вас любили, как сделать так, чтобы к вам текли деньги. А мантры это инструмент, или мантры, или коды, или ментальные программы, или знаки, или символы, или там еще что-либо. И это большой такой путь, но он мега-мега офигенный. Кстати, после того, когда закончится данный вебинар, то я обязательно оставлю ссылку в данном видео, и вы сможете перейти на мой курс, который называется «Первая ступень эзотерийской школы Кайлас». И приобрести, и просмотреть.